Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Гозиас поделилась со своими подписчиками новостями об участниках и о прошедшей недавно на поляне вечеринке. Вечеринка оставила свои отпечатки, пишет Гозиас. Элен Каминская переспала с Елисеем Полищук, а Надя Соколовская ночь с поцелуями подарила Денису Баранову. Кудрявая, как они называют Сашу, перетятка, сливается с Александра Вейса, а Саша Харитонова воспылала страстью к новенькому Владу. Кстати, Влад понравился многим девушкам. У него неоконченное актерское образование, раньше он работал организатором мероприятий, а сейчас увлекается музыкой и читает рэп. У Влада есть ребенок от первого брака. Тата Абрамсон сообщила, что ждет малыша. О том, что Блюминкранцы и его любовницы не предохраняются, стало известно во время недавнего эфира. Это фанатов очень удивило, потому что пара известна своими скандалами и драками, и мало кто верит, что им нужен ребенок. Среди зрителей есть те, кто не верит в беременность Таты. В качестве примера упоминают историю с Дерябиной. Кристина в свое время уверяла, что беременна от Руднева, но это оказалось враньем. Участница второго сезона «Острова любви» Ника Шукурова написала пост в свою защиту. Девушку обвинили в том, что в погоне за известностью она бросила двух маленьких дочек. В защиту себя могу сказать одно. Детей я не бросала. Детки мои с бабушкой ждут маму только с победой. «У меня симпатия к Никите Кузнецову, а женихи меня зацепить не смогли. Хочу взаимности, но пока ее нет». Также Ника рассказала, что на острове уже была первая женская драка. Марина Африкантова и Андрей Чуев вернулись в Москву из Дубая. Марина пожаловалась своим подписчикам, что заболела пиелонефритом. «Заболела печалька, у меня пиелонефрит, даже спать и лежать больно». Мама Марина Татьяна Владимировна опубликовала пост, где пожелала дочке скорейшего выздоровления и сидеть на лобном в овечьем поясе. Орфография автора соблюдена. Либерж к Падону выступила с осуждением Ольги Ветер. Ей не понравилось, что Оля просит голосовать своих подписчиков за Ивана Барзикова и за Иру Пинчук. Сама же Либерж хотела бы, чтобы победа была за Сашей Задойновым. Либерж пишет, «Ольга имеет свое жилье, которое она получила благодаря вам и мужу, который ее туда и завел. И мне странно, что она начинает агитировать не за того, кто хотя бы даже таким способом пытается заработать на двух летах». Зрителей возмутило поведение Саши Артемовой в прямом эфире «Дома-2». Девушка вела себя отвратительно, показывала явное неуважение к гостям студии и даже к Жене Кузину. Все вокруг заметили, с какой завистью она отнеслась к зарождающимся отношениям Вани Барзикова. Все свое недовольство Артемова перенесла на Иру Пинчук. Многие зрители после этого попросили убрать Артемову с проекта, потому что эфиры с ее участием смотреть невозможно. Дарья Пинчук удивила подписчиков своим новым образом и тоже получила очень много нелестных комментариев. «Откуда столько негативных, ненавидящих людей с отвратительными словами?» «Я не считаю, что я идеальная, не претендую на эту роль. Я никогда не говорю, что, мол, я делаю правильно, делайте так же, или что я самая красивая. Я так не считаю, оцениваю себя трезво. Слава Богу, больше тех, кто адекватен». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.